Аплодисменты Остальные менеджеры, администраторы, извините. Скажите, пожалуйста, много ли из вас имеют подготовку в рамках веб-дизайна? Вы рисовали для веба? Есть такие, прекрасно. Остальные, наверное, могут себе представить, что это такое. Рисуем сайтики. Кто из вас может нарисовать сайт для слепого? Для слепого. Кто-нибудь может нарисовать сайт для слепого? Один человек. Это требование государственного сайта. Должна быть версия для слабовидящих. Должна быть версия для слабовидящих. Это не черное пятно и проигрывается фоновая музыка. Нет, это совершенно специальная версия, которая рассчитана на воспроизведения на таких специальных машинах, которые слепым проговаривают текст на экране. Не смотрите на слайд, это не мой. К этому нужно быть готовым. А теперь маленькая история. Потом я быстро подведу итоги, мы пойдем пить кофе. Я думаю, что вы уже поняли, насколько трудно работать с госзаказчиком. При работе с обычным заказчиком у вас проблем, ну, обозримое количество. Мало денег, квалифицированный менеджер, странные требования, смена требований очень часто. Это все понятно. С госзаказчиком появляется еще дополнительный миллион требований от людей, которые кем-то приходятся в каком-то комитете, в каком-то дяденьке, который кому-то что-то должен из того комитета, который у вас что-то заказал. Ну, это простой пример, кстати, был. Нет, это правда. И, допустим, выходит сайт правительства Российской Федерации. На него начинают смотреть. Выделали сайт в зеленых тонах. Ну, нравятся зеленые тона. Сайт правительства Федерации сделан в синих тонах. Поэтому вы сдали сайт, и вам звонят из, ну, там, учреждения. В 8.30 утра команда разработчиков подрывается бизнес-менеджерам, с дизайнерами, с техписами. 20 человек бывают пропуски в известное здание правительства, приезжают. Вы знаете, что такое программисты в 8.30 утра? Я знаю, это ужасно. И они приезжают, все их вызвали на ковер. Там все дрожат, всем зажатом, что случилось? По очереди запускают, поднимаются на бузерный этаж, выстраиваются по парам, потому что по-другому ходить нельзя. Стучат в дверь, и вот менеджер фактически накарачивает, можно, заходит, за столом сидит, там, некий дядя, тетя, неважно, и что-то смотрит на сайт, хмурый, злой брод, очень большой, смотрит, говорит, сюда подойдите. Там все уже не то, что боятся, все уже совершенно белые, что сейчас будет? Они медленно подходят, мужик оборачивается, ну, это действительно был мужчина, это реальная история. Можно поглубее? Это реальная история. То есть это не шутки, сайт запущен, сделан у ТЗ, дизайн, дизайн макеты, подписанный у таких людей, чью фамилию нельзя упоминать, меня засудят. А он говорит, надо поглубее. И вы говорите себе, все на свете, делаете поглубее, и проходите заодно все процедуры согласования. А теперь короткая ремарка всего этого сумбурного длинного выступления. Работать с госзакайчиком очень сложно. Так зачем же этим заниматься? Я объясню. Значит, во-первых, по первому образованию я учу на рисование. Я имею некое представление о том, что такое рисование. Ну, такое, а последственное, ну, имею. Я, скорее, могу научить и вылечить, но не рисовать самого. Когда ты рисуешь, ты что-то создаешь, тебе что-то нравится, ты что-то воспроизводишь на свет. Когда ты рисуешь что-то, чем будут пользоваться другие людьми, удовольствие ты получаешь в сто раз больше. Если при этом то, чем будут пользоваться другие людьми, то, что со своими руками еще и будет приносить пользу, то, не знаю, можно себе самому памятник прожить не ставить. Это первое. А второе очень важное. Когда вы запускаете, ну, в нашем случае это там какие-то веб-системы, ну, просто про ту часть работы, которой мы занимаемся в большей части времени, мы не очень можем рассказывать. Мы можем говорить только про официальную внешнюю часть, эти веб-ки несчастные. Так вот, когда вы посредством своей работы государства и обычных людей пускаете какое-то общее правовое поле, вот в этот момент, когда вы сделаете проект, туда заходят реальные люди, которые наконец-то получают возможность общаться с государством, вот этот момент, ради которого вы делаете долбанный проект, а он мог длиться реально больше одного года. Все. Спасибо. Если есть вопросы, то задавайте вопросы. Есть вопросы? Сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Алена. Вопрос, я не знаю, может быть, не совсем к вам, но к вашим менеджерам. Вопрос, госзаказчики, это только тендеры или есть какие-то другие пути? И вообще можно ли вот так вот со стороны в эту тему влезть? В эту тему можно влезть со стороны, если у вас достаточно компетенция, если своими работами стали известны, в принципе, на рынке, и если на вас кто-то обращает внимание. В эту тему можно влезть в специальные площадки, где играют со стороны на тендер и так далее, и это не вызывает особых проблем. Кроме тендеров, можно, например, просто написать, представить свое портфолио с конкретным человеком и договориться. То есть это путь? Да. Ага, спасибо большое. Со мной. Со мной. Я тоже. Как сейчас вы представляете, если не секрет, какой порядок сейчас сумма отказа? Кто? Какой порядок сумма громче? Какой порядок сумма отказа? Я не прошу, чтобы вы скидки не переходите. Не переходите. Не переходите. Останьте свой микрофон. У меня такой вопрос. А что если мы создаем проект для госзаказчика, но клиенты не граждане, допустим, странные, ну и тоже граждане, но они работают в госучреждениях, то есть это не сторонние клиенты, а самые работники госучреждения, только для них. Во-первых, мы их тоже называем, тоже граждане. Да, но другие. Какие требования? Там чуть-чуть иначе, я считаю, требования, вот какие бы они были бы? Значит, если вы делаете систему для внутреннего пользования, для тоже граждан, то, скорее всего, требования будут сходить из бизнес-процесса, который рождается в этой конторе. То есть, если мы говорим именно про веб-часть, у нас сейчас большинство государственных учреждений переходят на внутренние интернет-веб-системы разным образом. Значит, требования к дизайну там очень простые. Есть набор сайтов, правительства, там, государственных сайтов, надо смотреть на них. Вот это самое важное. Все остальное рождается ровно из бизнес-процесса, которого не существует, как обычно, так, да? Приходилось ли, я думаю, приходилось ставить заказчиков на место, и как? Что вы можете, даже не так, не так вопрос, да, не могу сформулировать, что посоветуете, или как посоветуете разговаривать, вести, когда, ну, у некоторых прет, ну, вообще не адекватно. Что делать с заказчиком, как общаться с заказчиком, который неадекватен? С гусучреждениями. Так же, как с обычным. Надо быть честным, надо быть прямолевенным, и надо понимать, почему ты аргументируешься слова именно так, а не иначе. Значит, это совершенно обычное ведение спора, диалога, презентации, встречи. Абсолютно наплевать. Вы приняли какое-то решение, у вас были какие-то предпосылки к тому, чтобы его принять. У вас аргументация, некая база знаний, и вы можете писать свои решения. Если вы можете, вы протолкнете свои решения. Если вы не можете, значит, это зря туда полезно. Я просто озвучу, но не всем слышал. Значит, что делать, если у заказчика нет понимания, он дает субординации? То же самое. Значит, если заказчика клинический, одноногий, колченогий идиот, к тому же, как бассейк или спиянка, с ним все равно нужно разговариваться с общим человеком. Он такой же человек, тот же граждан. Я посижу. Я ставлю. Я ставлю. Да, смотрите. Я ставлю. Где-то принимающее решение до и большого статуса должности. Отклинивается уже, грубо говоря, в конце проекта, что часто бывает. И информации по проекту не владеет, но при этом требует каких-то быстрых решений, кардинальных, допустим, совсем. Значит, несколько советов практически выстраданным 20-летним опытом работы. Седая голова, сами понимаете, просто так. Первый совет. Меняйте регистр общения. Если вы с этим человеком конфликтовали на встрече, попробуйте общаться с ним наоборот письменно. Если вы конфликтовали наоборот в письменной речи, как только можно напрашивайтесь на встречу. Это первое. Второе. Недавно вышел фильм «Мотель Гранд Будапешт», может быть, кто-то видел. Там есть шикарная фраза вообще об отношениях с клиентами. Грубый клиент просто боится, что ему не дадут сервиса. Грубый клиент боится. Это надо очень хорошо почувствовать, потому что, значит, его кто-то уже обманывал. Значит, он получил некачественный продукт. У него травма. Эту травму вы, как психотерапевт, должны с ним проработать. Вы должны к нему приехать. Вы должны ему рассказать, что мы находимся вот в этой точке. У нас есть вот такая дорожная карта. Мы сейчас делаем вот это. Все хорошо. Мы движемся итерационно. Вам это не нравится? Это прекрасно. Мы получаем от вас обратную связь. Мы движемся дальше, дальше, дальше. Если это финал проекта, любой человек, который появляется в середине, хочет самовыразиться. Он не может прийти, просто сесть и сказать, продолжайте все хорошо, да, потому что он за что-то получает зарплату, у него есть какие-то амбиции, он должен как-то на проект повлиять. Если у вас появляется новое контактное лицо, скорее всего, у вас будут правки, у вас будут изменения. Вам нужно их перевести в конструктивное русло, не как, а зачем, и постараться вот этот диалог построить. Но то, что это будет взрыв эмоциональный, человек скажет, что это, это нормально, он пришел, он хочет порулить. И тут ничего не сделаешь. Как-то так.